Здравствуйте друзья! В этом видео я покажу как устанавливать одуванчик Лушникова для Nikon на переходник М42 Nikon с линзой на бесконечность. Итак, мы имеем переходник с линзой. Линза предварительно заклеена, чтобы на нее не попадал мусор. Также можно линзу просто выкрутить для удобства работы. Итак, у нас есть переходник, у нас есть предварительно запрограммированный одуванчик. Когда вы покупаете одуванчик у меня, вы всегда получаете полностью проверенный и запрограммированный одуванчик. Также у нас есть немножко двухстороннего скотча, на который мы первоначально посадим одуванчик. Калибр, карандаш, скальпель, суперклей-гель, зубочистка для нанесения клея и спирт для обезжиривания поверхности. Итак, первоначально нам нужно определить место установки одуванчика. Для этого мы прикладываем калибр к нашему переходнику и карандашом отмечаем место, где будет установлен одуванчик. После этого мы берем немножко двухстороннего скотча, который также все покупатели одуванчика, которые делают покупку у меня, получают вместе с одуванчиком в комплекте и наклеиваем этот небольшой кусочек двухстороннего усиленного скотча на наш переходник. Убираем защитную пленку и наклеиваем одуванчик на скотч, на то место, которое мы предварительно отчертили карандашом. Проверяем установку одуванчика по калибру. Вот как видите, все контакты одуванчика должны касаться внутренней стенки калибра, не вжиматься в нее, а именно касаться. Убираем калибр и вставляем переходник с одуванчиком в камеру Nikon. Итак, мы видим, что на дисплее камеры Nikon отображается значение диафрагмы. Поскольку я предварительно запрограммировал одуванчик для объектива Helios 44.2, диафрагмы меняются от 2 до 16. Это значит, что мы наклеили одуванчик правильно. Вынимаем переходник с одуванчиком, берем скальпель и отчерчиваем границы установки одуванчика на вашем адаптере. Сбоку и переднюю границу по переднему краю одуванчика. Если вы приклеите одуванчик немножко ближе или немножко дальше, то в первом случае вы, если одуванчик будет наклеен ближе, чем нужно, в первом случае вы рискуете сломать контакт одуванчика. Во втором случае, если одуванчик вы приклеите непосредственно ближе к внутренней стенке переходника, у вас просто не будет контакта одуванчика с камерой. Итак, мы отчертили границы и демонтируем одуванчик вместе с остатками двухстороннего скотча. После этого мы берем и обезжириваем нижнюю поверхность одуванчика, на которую мы его будем клеить. Также советую для более точной фиксации одуванчика на поверхности сделать несколько засечек с помощью этого же скальпеля или с помощью маленького надфиля. С помощью этих засечек одуванчик будет держаться лучше. И теперь нам нужно убрать черную краску с поверхности нашего переходника. Иначе, если наклеить одуванчик на черную краску, то он не будет держаться на этой поверхности долго. Берем дремель или тот же скальпель. Я пользуюсь дремелем и убираем черное покрытие в месте установки одуванчика. Убираем абразив и заодно обезжириваем поверхность. Ждем когда спирт испарится и приступаем к завершающей процедуре в нашей операции по установке одуванчика нанесению клея. Итак, спирт у нас испарился. Ни в коем случае не наливайте клей из тюбика непосредственно на место установки одуванчика. Вместе с клеем в комплекте вы получаете зубочистку. Достаточно выдавить очень небольшое количество клея на зубочистку и нанести несколько капель клея на ваш переходник на то место, где у нас будет установлен одуванчик. Клей нанесем. И теперь мы берем одуванчик и аккуратно наклеиваем его по тем меткам, которые мы предварительно сделали. Если немножко клея выдавилось из-под одуванчика, ни в коем случае не вытирайте его до его полного высыхания. Лучше его вообще не трогать. Потому что если вы начнете вытирать клей, даже если пары клея попадут на контакты одуванчика, то контакты, во-первых, могут полностью застопориться, а во-вторых, просто-напросто пропадет контакт одуванчика с вашей камерой. Итак, одуванчик наклеен и теперь нам нужно дождаться, когда клей полностью высохнет. высохнет. Я пока уберу лишний мусор. клей высыхает быстро. После высыхания клея мы снова вставляем переходник с одуванчиком в нашу камеру. Итак, одуванчик наклеен и полностью работает. вот как видите диафрагма меняется. одуванчик установлен и полностью готов к работе. для покупки одуванчика пишите мне на почту ссылка в описании и адрес почты в описании этого видео. спасибо за внимание. 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 спасибо за внимание.